Сегодня мы обсудим новую компанию ЛБЗ 2.0. А также я расскажу вам, как на халяву получить подарки из первой компании ЛБЗ до её закрытия. Погнали! Танкист, на Vodkit.ru всего за 149 рублей ты можешь получить танк, кучу золота и другие призы. Vodkit.ru. Каждая шестая игра бесплатна. Уже просто огромное количество всяких слухов и споров утекло в интернет по поводу новой компании ЛБЗ. Как вы знаете, разработчики придумали ЛБЗ уже очень давно и первая компания в принципе была успешна. Я помню лично огромные онлайны на стримах с выполнением ЛБЗ. Море всяких скандалов, море всяких новостей. А это-то в принципе разработчикам и нужно. Вокруг ЛБЗ стояло всяких много разговоров, споров и в какой-то степени тема ЛБЗ так неплохо прорекламировала игру мир танков. Так вот парни, что же говорят наши дорогие разработчики? Готовится ЛБЗ 2.0 полностью. Вторая компания и скорее всего когда ЛБЗ 2.0 появится в нашем рандоме, ЛБЗ первой версии будут убраны и окончательно исчезнут из нашей игры. В принципе это логично и понятно. Давайте поговорим почему сейчас и что же будут за ЛБЗ 2.0. Уже огромное количество споров было в сети, огромное количество всяких видео на тему того, какие танки будут выдавать за ЛБЗ 2.0. Если это видео понравится вам, то я обязательно более подробно в следующих роликах расскажу свои мнения и так сказать общепринятые на данный момент мнения о том, какие танки будут выдавать за вторые ЛБЗ. Это конечно интересно, я думаю многим будет узнать. Ну что же еще интересного про ЛБЗ первой версии у нас есть? Лично мне кажется более логичной такая версия от разработчиков или скорее от СМИ танковых, что когда появится ЛБЗ второй версии, первая версия задач будет все так же доступна и мы сможем выбирать между первыми и вторыми. То есть чтобы не огорчать тех людей, у которых там осталось одна-две задачи и чтобы тем самым не вызвать негодование. Перед тем как записывать данный ролик, я посмотрел много различных мнений по поводу второй ветки ЛБЗ. Но буквально недавно в принципе разработчики рассказывали тоже, что эти задачи готовятся. Сейчас подробно поговорим какие изменения нас ждут, какие танки ждут. А пока давайте расскажу вам, что в каждом, в каждом абсолютно, абсолютно в любом, да вы не ослышались, в любом видео на нашем канале, если бомбил кого-то, вы можете выиграть голду. Для того, чтобы принять участие конкретно в этом видео в розыгрыше, вам нужно подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, нажать на колокольчик и оставить в комментариях свой игровой никнейм. Кстати, вот победитель из прошлого видосика, который, кстати, про читера в ЛРН, поэтому зайдите, посмотрите, обязательно ссылка на него будет в конце аннотаций. Кстати, этот парень, я лично проверил, выполнил все условия нашего розыгрыша, а именно подписался на канал, поставил лайк, нажал на колокольчик и оставил свой ник в комментариях, с позитивным, кстати, комментарием, что тоже немаловажно, поэтому обязательно жду от вас участия и активности в наших розыгрышах золота, а то кому мне голду будет раздавать. Кстати, вы же видели, чек на оплату я тоже показал, так что победитель, заходи в игру, заходи на официальный сайт и принимай там наш подарок с голдишкой. Ну что ж, давайте все-таки вернемся от розыгрыша к центральной теме нашего видео, а именно про ЛБЗ 2.0. Следующий вопрос, который хотелось бы более подробно обсудить, это когда? Когда же будут эти самые задачи? Когда же их ведут? Разработчики говорят, что это будет в новом году, я уже слышал не раз эту информацию на других ютуб каналах, на сайтах, то, что будет в следующем году, когда именно мне кажется, что очень скоро после нового года, так что на новый год нас ждут новые задачи. И, конечно, вопрос, все-таки стоит ли сейчас спешить проходить ЛБЗ, ведь есть, наверное, у многих новогодние праздники, у кого-то каникулы, и у многих людей будет на новый год время действительно поиграть. И я бы сказал вот так, вот если у вас осталось не так уж много невыполненных задач, и если сейчас у вас действительно вы будете играть в игру, почему бы не играть, не взять какие-нибудь ЛБЗшки, и помимо того, что будете прокачивать какие-то машины, просто развлекаться, еще и повыполнять эти самые задачи. Я думаю, в принципе, будет довольно-таки полезно и интересно, потому что в любом случае вероятность того, что ЛБЗ первой версии закроют, когда введут вторую версию, очень тоже неплохая, я думаю, 50 на 50, потому что, потому что все-таки разработчики будут сконцентрироваться на том, чтобы игроки интересовались новыми ЛБЗ, и если останутся старые, это уже будет слишком много, слишком много всего, и новички, которые заходят в игру, могут сразу не разобраться, не понять, и люди, которые выполнили уже давно первый ЛБЗ, тоже могут негодовать. Хотя, с другой стороны, я уже говорил, что в любом случае, очень важно, мне кажется, было бы для разработчиков оставить... Это лично мое мнение, я слышал именно мнение от других блогеров, что нужно закрывать первую компанию ЛБЗ, когда вводят второй. Лично мое мнение, вот именно я же думаю, что нужно оставить первую компанию, и когда введут вторую, просто будет две компании ЛБЗ, и когда новичок заходит в игру, он смотрит, что сколько тут всяких, всякой всячины, всего интересного, и людям, которые выполняли первую версию ЛБЗ и не успели ее закончить, тоже не будет обидно. Ну что ж, еще один вопрос хотелось бы обсудить по поводу, какие изменения будут в новой компании ЛБЗ. В принципе, логично, что, скорее всего, уберут всякие невыполняемые задания, вроде приехать там, почесать спинку артоводу так, чтобы ему понравилось, и он еще и не застонал при этом, и не заметил то, что ему почитали спинку, и подумал, что это там Ангел Небесный на него спустился. Ну, в общем, вы поняли, всякие ерундовые ЛБЗ по поводу арты, некоторые ЛБЗ на поджог, мне кажется, рандомные. Логично бы все-таки оставить было такие задачи, которые больше показывают ваш скилл, и умение играть в игру, а поджечь там два танка или три танка в одном бою, это уже, по-моему, полный бред. Или приехать там уничтожить четыре артовода, это нужно ждать, такого сражения. В общем, ну, нужно делать ЛБЗ такими, чтобы выполнение их, ну, не занимало настолько долго, чтобы, например, за месяц вы могли спокойно выполнить ЛБЗ на один танк, при этом, если человек работает на работе, учится в институте и играет по два-три часа в день, ну, по часу в день хоть даже, чтобы он все равно за месяц как-то смог существенно продвинуться хотя бы к одной подарочной машине, хотя бы к самой первой. Поэтому, мне кажется, стоит адаптировать все-таки, так сказать, на нормальность, потому что разрабы должны полностью и логично понимать то, что у нас далеко не все люди могут играть по 12 часов в день, далеко не все вообще это делают, и это вредно и для здоровья, и для всего остального. Обычные нормальные игроки играют не так уж и много, но я говорю в среднем. Есть, конечно, люди, которые упарываются, которые набивают статистику, которые играют много, но большинство играет все-таки не так уж и много, у людей все-таки другие проблемы в жизни. Вот такие дела. Поэтому, конечно, ждем, ждем, и более подробная информация, мне кажется, будет по поводу ЛБЗ 2.0 уже после Нового года, потому что вот в ближайшее время нас ждут именно новогодние акции, всякие скидки, подарки, примтанки. Как только, кстати, будет появляться информация по поводу этого, тоже буду обязательно вам рассказывать, поэтому, если хотите быть в курсе всех скидок, всех акций, всех марафонов первыми, обязательно нажимайте колокольчик, подписка, потом колокольчик, чтобы сразу первыми усновать, потому что вот бывают у нас прям срочная какая-то информация, например, в какой-то конкретный день раздают бесплатно премиум аккаунт. И если вы узнаете об этом первыми, благодаря тому, что у вас стоит колокольчик, то сможете на халяву премиум аккаунт получить. А я думаю, такие дни на Новый год будут, также будут халявные бонус-коды на премиум аккаунт, поэтому тоже обязательно подписывайтесь, обязательно подписывайтесь, и жмякайте колокольчик, чтобы не пропустить. Ну что ж, я думаю, мы уже обсудили все, что хотелось по поводу ЛБЗ 2.0, и уже давайте по классике, как я всегда делаю, после того, как мы раскрыли тему видоса, я думаю, процентов на 99, ну все, вся информация, которая имеется. Ну, еще не рассказывал про танки, которые ожидаются за ЛБЗ, но пока точно информации тоже нет, если это видео наберет там, ну не знаю, тысячу лайков, то давайте, если набираем тысячу лайков, то расскажу вам, какие машины пока стоят, так сказать, на очереди за ЛБЗ, предполагаются за ЛБЗ, и сделаю видосик, как только наберется здесь тысяча лайков. Ну что ж, тем временем начинается захват базы, до захвата остается 3 минуты, и нашему, нашей ЛТшке нужно сейчас сделать просто лютую фантастику, на первый взгляд невозможную вещь у противников, на всех 1801 хп, и нашей ЛТшке нужно со 184 очками прочности разобраться с тремя противниками, две из которых это артиллерии, а арта может нас заваншотить просто налегке, поэтому ее ни в коем случае не стоит выбрасывать из расчета. Ну что ж, 4 минуты остается на все про все, будем надеяться, что наша ЛТшка такое крутое сражение не проиграет, потому что, кто до этого момента досмотрел, вы уже так серьезно много потратили на то, чтобы увидеть это сражение, и наш парень потратил тоже очень много времени уже, очень много усилий, и я думаю, вы потратили много нервов, в первую очередь наблюдая за тем, как парень со 184 очками прочности тут пытается мансить среди противников, и так сказать, надеемся, что наша ЛТшка все эти вложения окупит, и покажет красочный, скилловый, настоящий финал, достойный такого статиста, достойный его 61% побед, 21 тысяча боев, ну, в общем, вроде бы даже не твинг, вроде бы парень играет на основном аккаунте, парень опытный, и надеемся, что финал у него удастся. Ну что ж, продвигается наш легкий танк по правому флангу, здесь где-то будет 4 миль, его тоже в первую очередь стоило бы опасаться, потому что у немцев неплохой обзор, тем более танк с открытой рубкой, это говорит о том, что обзор там явно имеет повышенный, и поэтому, если еще в кустах стоит и с трубой, то явно засветит нас на ходу пирами. Ну что ж, впереди у нас артовод, нужно побыстрее отправить в ангар, пока не убежал за домик, вроде бы заезжает, но будет ли сейчас шанс прострелить второй? Возможно да, возможно нет, проезжаем вперед, сейчас мы находимся прямо на том месте, где последним светился Штюремиль, и это действительно тяжело, главное не попасть под его фокус. Но вроде бы мы даже не засветились, я думаю, у нашего парня, конечно же, прокачана лампочка, остается 2,5 минуты, делаем всякие тут маневры на ходу, и летим на полной скорости, главное, чтобы артовод не понял, откуда мы стреляли, и не сообщил это своей команде, потому что если он, в принципе, такой хороший союзник, то он напишет, что мы продвигаемся именно с правого фланга, именно с этой стороны. Ну что ж, 2 минуты на все про все, с захватом базы и не пахнет, это говорит о том, что если противники не станут в ближайшее время на базу, то у нас есть все шансы просто хотя бы вытащить на ничью, не подсветившись ни разу, но наш герой, по-моему, ничья его никак не устраивает, потому что, насколько мы знаем, ничья это практически поражение для обеих команд, потому что у нас в игре считается процент побед, и ничья фактически снижает его точно так же, как и поражение. Ну что ж, минута 35 остается до конца захвата, базу, по идее, не успевают уже взять противники даже вдвоем, мы видим, что таймер конца боя меньше, чем таймер захвата, и поэтому мы должны попробовать, попробовать выиграть и подсветить их, мы точно знаем местоположение противников, надеюсь, что они не ждут, наш тюрьмиле с этой позиции нас конкретно не ждет, арта, кстати, тоже вроде фуловая, тоже там стоит, миль понимает, откуда по нему огонь разворачивается, на нас 324 хп остается у птшки, и неплохо бы сейчас отправить в ангар, пока он не заехал за угол, нет, этот фокус у нас не прошел, 53 секунды остается до конца, проезжаем вперед, здесь артовод, 360 хп у него, снимаем 209, нужно добрать хотя бы артовода, 45 секунд, эмиль двухшотный, и главное сейчас угадать ту сторону, куда он не смотрит, и выехать ему, так сказать, в корму, ну что ж, получится ли это у нашего парня, наверняка он смотрит сейчас именно в эту часть, потому что понятно, что наш герой не успеет элементарно объехать, нет, не ждал нас эмиль сверху, и по-моему спокойно пользуемся тем, что у пт нет башни, и отправляем ее в ангар, ну что ж, вот такое сражение мы с вами сегодня посмотрели, не забывайте прожать лайк, если ждете еще всякой интересной информации про ЛБЗ и акции, результаты боя перед вами, жду также подписку, колокольчик, и все на этом, всем удачи, с вами был Бомбилка, увидимся в новых видео, пока-пока.